Доброе утро, друзья! Сегодня уже 17-е, скоро очередной праздник, 17 января. И у меня есть два повода снять небольшой сюжет. Вот почему. Значит, первое, это познакомить вас со своей помощницей. Меня постепенно добивает, добивает. И однажды, может быть, придется ей поднять упавшее знамя. И не только, она у меня занимается пособкой с этих косточек, заготовкой черенков, отправкой посылок, сертификацией. Наверное, это еще надо будет ей ее научить, еще и полностью заменить меня. Я решил так, ну, а надо заменить, так сказать, а кто ты такая? И тогда я решил, что надо с ней познакомить и несколько раз. Поехали. И тут вдруг появился другой повод. Итак, я это называю суперзаказ. Объясняю, было заказано, причем я вместо 25 рублей косточка по 10 рублей человеку высылаю в Казахстан. Это огромная скидка. Косточки, они действительно золотые, как я считаю. Я сейчас буду доказывать это. Но дело в том, что все бы ничего, и можно было бы и без Валидала еще пожить. Но я беззащитен перед хамством, перед грязью. Это есть такое. Все-таки постепенно заканчивается запас прочности, можно так сказать. И вот случилось следующее. Я пришел познакомить людей, нас россиян, казахстанцев, украинцев, белорусов, с человеком, который живет в Казахстане, заказал трехлитровую банку. Вот, я снял специально. Вы можете набрать железо В, трехлитровая банка, едет в Казахстан, да, и вы увидите этот фильм. Замечательный человек, замечательный, этот самый, как его сказать, садовод. И не мелочится. Трехлитровая банка. Вот. И я ее познакомил вас с ним вот в этом фильме. И вдруг комментарий, комментарий такой. Смотрите. А я его благодарю за этот комментарий. Сейчас поймете почему. И вот этот некий мужик, вот он, написал следующее. Ха-ха-ха. Подсунул мужику весь мусор, который называет чудом. Даже не торгаешь, а наперсочник на 300 баксов. Вот. И вот получается, что меня уже не звели даже до наперсочника. Я тогда беру. Что я ему буду высылать, вы увидите. Сейчас вторая часть фильма будет на кухне. Итак, фото манжурских абрикосов. Сейчас я сделаю поменьше, а то в экран не влазит. Вот так. Нет, не так. Вот так, вот так, вот так. Вот так, да. Это манжурский патриарх. Знакомьтесь с ним. Видите? Красавец. Это одна из веток. Вот. Это другая ветка. Вот. Он давал уже 30 ведер. Это было 15 лет назад. Вот фотографии 15-летней давности. Вот это и вот это. А последние годы давал от трех. И до... Держите за стулья. До 40 и более ведер. Вот. Все это есть. Фотографии есть. Но не все фотографии еще тут. Вот эти косточки. Видите, написано. Манжурский. Вот. А я убедил, значит, казахстанца в том, что он получит от меня гибридные манжурцы. То есть сыновья. Один сын. Второй сын. Третий. Ну, сами понимаете. Разглядывать некогда. Любоваться некогда. Вот эти вот деревья. И далее те косточки, которые сейчас находятся на кухне. И куда мы сейчас пойдем. Вот. А это сам манжурец. Это фотография с него. Это моя знаменитая линейка, которая разоблачила сотню плодопитомников, присвоивших фотографии. В том числе и вот эту скромную фотографию тоже присвоили. Десятки сайтов. Вот это он. Ну, это... Не важно, вот это манжурец, но он никак не смотрится. Это гигантское дерево. Так, надо будет фотографии просто убрать. Вот это. Вот это. У меня их много, этих деревьев. Вот это. Вот это. Вот. Кстати, они вкусные. Да, манжурцы, но вкусные. Ой, долго листать, ребята. Ой, долго. Вот. Это, как бы рассказать, на территории соседа посадил дерево. Вот. Потом сосед отпиливал нижние ветки, они ему мешали, и дерево эти погубил. Два манжурца, которые были, ну, как бы, назовем их уже достаточно культурными. То есть, скажем, годом набирали вес, набирали вкус, культурность. Но много, не могу я остановиться, потому что основная съемка будет на кухне. Самый сладкий манжурец. Сладкий, чисто сладкий. Вот. Вот этот самый несладкий. Это один из самых сладких. А, слюни не текут. Что там про мусор, а? Урожай не выдержало. Что про мусор там этот самый, молол? Вот. У нас в стране еще надо долистать. Еще половина не пролистал. Может, хватит, а? Давайте еще быстрее. Вот этот вот. Ой, все, некогда мне про каждого рассказывать. Вот. Все. Это. Ну, на девушку посмотреть можно. Вот. Вот наша героиня сегодняшняя. Вот. Это Юлия Сергеевна Мельникова. Вот. И одна из ее обязанностей вот этот сбор. Она лично собрала сотни ведер. Это все они. Это все они. Еще мои помощники. Вот. Вторая племянница. Вот. Знаете, почему она вся такая накрашенная? Потому что телевидение приехало в этот день. А приехал телевидение и мы фиксировали чуть ли не мировой рекорд. Вот это вот эти двое Тимоша сын и его мама они должны были собрать все все абрикосы. Но ждали так все собрать и не смогли. Ну, короче, если использовать понятие допустим ну, как бы назвать это экстраполяция то получается больше сорока ведер. Это уже фотография не совсем правильно тут. Это не маджурец. Это маджурцы привитые жердальш Украины. Вот. Так. И еще за этот год десяток фотографий не вместился. Вот. Ну, вот они косточки вот они и есть. Так, значит сейчас мы будем перебираться отсюда. Еще раз посмотрим на эту ха-ха-ха подсунул мужику весь мусор. Мусор вы сейчас видели. Вот. Ну, я не могу как-то успокоиться. Смотрите, что я сейчас это вам покажу. Вот. Он же не знает, что у меня саженцы маленький с размером в карандаш самосеп из-под манжурца выписал исполняющий директора МИАСКО института. Лицо абсолютно официально выписал у меня выписал у меня два десятка семенцев. Вот. И для науки получил рекордные урожаи. И сейчас я вам покажу на этот мусор уже не у меня, а уже в ученом саду. Это все официально. Доклад Ваулина. Инновационный. Вот смотрите, мы уж не будем доклад сам читать. Вот смотрите. Вот это и есть сын манжурца. Вот это. 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 Ну так что там про мусор, когда человек с доклада делал на этом самом на ученом заседании или как он там называется на какой-то конференции. А? Ну и так далее. Итак, насчет мусора понятно. Вот. И дело в чем. Я вас благодарю. Если бы вы не написали такую подденькую грязь, грязь вот здесь, я бы не стал вот этот фильм снимать. Теперь пойдем на кухню смотреть на этот мусор. Юлия Сергеевна, еду к вам. Спасибо. И так. Итак, ваша задача. Так. Сейчас открываем банки. Давайте помогу, они плотные. Вот. и где-то по полбанки с каждой высыпайте. А я вам показываю. Ну-ка, черная писала на этой самой сыновь, манчжурса. Без обмана. Ну-ка, полбанки. Вот. Следующая. И еще я ему свинью посуну, знаете, какую, нашему другу казахстанскому. Вот. Я еще в одной банке сеянца амура. А они с манчжурсами уже вступили в половые связи. Есть такое выражение. В науке тоже есть. Половые связи. И теперь, смотрите, перемешиваем. это все. Так. Вот. Теперь выбираем мелкие и средние. Вот, смотрите. Видите, друзья, вот это академик. Как они попали сюда в кучу. А деревья были, скажут, друг от друга. Вот и все. Вот академик. Парина. Это еще что-нибудь. Ну и так далее. Вот. Теперь она будет должна. Значит, и у нее две задачи. Первая просто наполнить трехлитровую банку, а потом высыпать пакет и посылку. А почему полная? Наконец-то я хочу знать, сколько влазит. Это сколько лет? Еще ни разу мы хоть раз-то посчитали, сколько влазит. Вот. Сейчас мы это сделаем. не просто вот сейчас отправим. Нет, по-другому сделаем. Потому что туда попадает культурное, крупное. Давайте высыпайте обратно. Это секунда. Сделаем так. Вначале отбор. Мелкие и средние. Отбираем, отбираем. И в банку кидаем. И когда наберется, не обязательно сразу в банку, можно в другой тазик, потом в банку. Когда банка наберется полная, второй момент посчитать. Все-таки сколько влазит до будущего. А вдруг еще, знаете почему? Это не пустая работа, Юля. А вдруг кто-то еще скажет и мне банку. Вот именно поэтому мы должны быть готовы во всеоружии. на самом деле он единственный в стране и тут даже не в стране, а за пределами страны наш человек. Так, у меня плохая память. Хотя я сто раз называл ее фамилию, отчество. Я сейчас вот тут оставлю вот эту. Как бы сделать, чтобы она не упала. Или вот так. Вот. И схожу, найду его фамилию, имя, отчество. Страна надо раздать свои герои. Вот пока оставил. Ну-ка, что там на экране. На экране твоя спина ничего. Сейчас узнаю, да, наивай. заходит. Вот так вот. Так, Кирилл Иван Федорович. Так, повторяю, Кирилл Иван Федорович, Казахстан. Наш человек в Казахстане. В общем, это мы посмотрели. И так, еще потом, может, отдельно снимем небольшой фильм, как ты упаковываешь посылки. Почему? Надо дать обязательно некоторое пояснение при этом. Отправить-то легко. А что люди потом хватаются за голову и говорят, что там всеми дело. Так что это будет еще один фильм. А пока полюбуйтесь сюда, друзья. Видели? Уникальные вещи. Что здесь написано? Позднее филиппево. Это все, что я имею в пользу филиппево. Вот. Это уникальная вещь, когда не попадают под заморозки. Вот. А плоды доставят более грамм. Да. Ставят более грамм. Это привитые. Ну, а Сенцева, как повезет. Вот. Ну и. Ладно. Уникальный сорт Манитоба. Вот он, Академик. Ну и так далее. В общем, поняли, да? Это все ожидает переезда по всей стране и даже дальше страны. Так. Ну, пожалуй, на этом мы и закончим. До свидания, друзья. Уникальный сорт Манитоба.